Приветствую всех любителей бисероплетения! Сегодня снова с вами Ольга Кожакару И я буду сегодня показывать вам, как я сделала вот такой жгут к моей бусине, к моему кулону, вот этому из необычной бусины По вашим просьбам я решила показать, как я такой жгут сделала чтобы он получился вот такой красивый и в то же время по изготовлению он достаточно простой Итак, нам понадобится бисер, желательно взять покрупнее не в 10 номере, в 9 или даже в 8 номере вы можете взять бисер Бисер у меня чешский, вот я возьму для примера 9 номер И также нам понадобятся бусины-кристаллики Я возьму сейчас 3 мм биконусы Хотя вы можете совершенно спокойно использовать более крупные бусины, рондели или биконусы У меня в моем жгутике использованы 3 разных размера и 3 разных вида Вот видите, в начале жгутика я использовала биконусы Затем я использовала рондели и далее я использовала рондели более крупные То есть вы совершенно спокойно можете использовать совершенно разные вот такие бусики-кристаллики То есть абсолютно никакой проблемы в плетении этого жгута вы не будете иметь Итак, плести этот жгутик лучше конечно нитью Я взяла обыкновенную швейную нить, вот такая у меня нить Желательно конечно подбирать нить под цвет бисера Чтобы в расстоянии между бисеринками просвечивающаяся нить не была контрастной Чтобы целостная жгута из-за этого не нарушалась Я взяла ниточку, вот одела на нее бисеринку и сложив по баллам оба кончика вдела в иголочку Вот оба кончика я вдела в иголочку И у меня получилась таким образом петелечка с бисеринкой, которая у меня идет в счет моего плетения И в то же время стопорная Я набираю 6 бисеринок, включая первую бисеринку и замыкаю в колечко 3, 4, 5 и 6 6 бисеринок 6 бисеринок Замыкаем в колечко И я пройду на пару бисеринок вперед от этого колечка От этой петелечки То есть прошли вперед И теперь мы будем плести элементарный мозаичный жгут Но с одной лишь разницей Если я вам раньше давала мозаичный жгут и говорила, что лучше набирать число бисеринок, чтобы у нас было нечетное То есть мы набирали 7 бисеринок, можно было 9 бисеринок набрать В этот раз для того, чтобы наш жгут выглядел несколько иначе Вот с этими кристалликами, какие мы добавляем Нам надо обязательно четное количество бисера Я набираю 6 Вы можете набрать 8 бисеринок, если захотите, жгут потолще Ну вот смотрите, я вышла в бисеринку и начинаю плести мозаичный жгут То есть пропуская одну бисеринку, захожу в следующую И так у меня получится, что я наберу 3 новых бисеринки Вот смотрите, я даже не буду сейчас хорошо затягивать ниточку, чтобы вам было видно Снова набрала одну бисеринку, пропускаю следующую из начального колечка И захожу в следующую бисеринку В чем разница вот жгутов, когда мы набираем четное число бисера начальное и нечетное Вот смотрите, у меня 6 бисеринок в начале Я должна новых набрать, чтобы получилось колечко Должна набрать 3 бисеринки новых И смотрите, каким образом я должна поступить Я должна, набрав третью бисеринку, зайти Прежде чем заходить вот в эту бисеринку нового ряда Я должна зайти в бисеринку предыдущего ряда Из которой я выходила, набирая эту бисеринку И сразу захожу в новую бисеринку Вот таким образом То есть это условие во всех жгутах, где четное начало бисеринок у нас И в таких жгутах у нас ряды бисера будут идти все время ровненько Бисеринка над бисеринкой И такой жгут не будет у нас скручиваться Вот таким образом То есть вы старайтесь поправить сразу первые бисеринки Так, чтобы вам было видно, куда вы двигаетесь Какая бисеринка у вас начальная То есть вы, собственно говоря, можете первый ряд набрать другим цветом Чтобы вы не могли запутаться Понимаете? Вот я, например, сложила вот сейчас И я четко вижу, где мои три новые бисериночки Вот видите? Я думаю, что и вам сейчас видно И теперь смотрите, я снова проплету небольшой кусочек жгута Просто вот этим бисером Раз Два И третью бисеринку Смотрите, я набираю третью бисеринку И захожу в бисеринку предыдущего ряда И в бисеринку только что набранную, первую Видите? Вот еще один ряд мы пройдем То есть у нас каждый раз будет три бисеринки выступающие В жгутах, где мы набирали нечетное количество бисера в начале У нас обязательно две бисеринки просвечиваются в расстоянии Вот смотрите, здесь мы четко видим между набранным бисером по одной бисеринке Там же обязательно, там где мы должны в следующую бисеринку заходить Обязательно просвечиваются две бисеринки А здесь вот таким образом мы плетем Набираем Бисеринку Первая Вторая И третью набираем Вот смотрите, вот здесь у меня видно две бисеринки В жгутах, о тех которых я говорила с нечетным количеством первого набора Всегда есть вот такой промежуток Где две бисеринки видно Вот здесь мы набираем третью бисеринку и проходим сразу две бисеринки Бисеринка предыдущего ряда и бисеринка первая набранная нами Вот смотрите, я считаю, что достаточно я начальный жгутик сделала Теперь я буду набирать вот обязательно кристаллик То есть, если у меня есть три бисеринки в окружности моего жгутика Одну из этих бисеринок я заменю моим биконусом Вот смотрите, раз Два И третья бисеринка Заходит в бисеринку предыдущего ряда и в биконус Это первая моя, вместо бисеринки первый биконус в этом ряду После того, когда мы наберем биконус Или рондели, или жемчужинку Что вы выберете, с чем вы захотите сделать ваш жгут Вы должны сделать три ряда из одного бисера без биконусов То есть, если для вас тяжело следить за рисунком жгута Как вот у вас он здесь идет Вам не совсем понятно, как бисеринки расположены Вы можете для себя отложить девять бисеринок Пять, шесть, семь, восемь, девять И когда вы пройдете вот эти девять бисеринок проплетете Вы должны помнить, что следующий ряд у вас обязательно должен включать биконус Вот смотрите, я набираю раз Два И третья Захожу в бисеринку В данном случае это биконус предыдущего ряда И в первую набранную бисеринку Снова второй ряд идем после биконуса Раз Два И третья бисеринка Набираю бисеринку из предыдущего ряда И бисеринку первую в этом ряду Видите, у меня появилась бисеринка над биконусом Прохожу следующий ряд Раз Два И три Захожу в бисеринку предыдущего ряда И в бисеринку нового ряда В первую бисеринку нового ряда Вот посмотрите, у меня все биконусы должны быть друг над другом То есть вы должны следить за вашей вот этой полосочкой из бисеринок И следить, что каждый раз биконус у вас должен появиться После того, как над биконусом уже есть одна бисеринка То есть вы прошли три ряда из бисера После того, как набирали биконус И теперь вы должны набирать ряд с биконусом То есть я набираю бисеринку Далее у меня должен находиться биконус Снова бисеринка третья в этом ряду И снова мы должны повторить три ряда из одного бисера После того, как набрали ряд с биконусом Вы снова набираете три ряда из одного бисера И таким образом проплетаете жгут длиной Какой вы хотите сделать именно для себя Можете во время плетения вместо биконусов такого размера Добавлять биконусы другого размера То есть несколько разнообразить ваше плетение Но набирать можете оставить только в одном размере Можете изменять так, как у меня в жгутике И разные кристаллики и разного размера Итак, мы должны проплести достаточно длинный вот такой вот жгутик Вот я проплела небольшой такой кусочек жгутика И видите, у меня, так как я и говорила Бисер в таком жгутике всегда находится ровно по одной полосе И точно так у меня и мои вот эти биконусы расположены По одной полосе мой жгутик не скручивается Хотя, если вы захотите, чтобы все-таки у вас поворачивался вот этот вот рисунок Вы можете набрать в таком случае количество бисера нечетное вначале Ну вот я выбрала вот такой вариант Каким образом я поступаю дальше? После того, как вы сплетете полностью длину вашего жгута Вы должны выйти по бисеринкам в ваш биконус Вот я пройду еще раз по колечку, по моему последнему ряду И выйду в биконус После того, как мы выйдем в биконус Мы набираем бисеринку, биконус, бисеринку Заходим в предыдущий биконус И снова набираем бисеринка, биконус, бисеринка И закрываем колечко на биконусе Проходим через набранные только что бисеринки биконусы И выходим в биконус, вплетенный в наш жгутик И повторяем вот такие вот колечки набирать на нашем жгутике То есть это достаточно все просто Но эффект, конечно, у жгутика получается очень интересный То есть задняя сторона нашего жгутика будет просматриваться один бисер А лицевая сторона будет вот у нас вот так С блеском с наших биконусов, с наших ронделей То, что мы используем в наш жгут То есть вот таким образом Плетется вот такой жгутик для бусин из кристаллов Я думаю, что вам все понятно Вот такой у нас получается жгут Вся остальная сторона нашего жгута остается вот такая вот из бисера Вот так делается жгут Вот такого формата Конечно, вы можете выбрать подходящие цвета для вашей бусины, для вашего кулона Но плетение остается то же самое Независимо от размеров используемых материалов, от цвета Жгут получается достаточно интересный и эффектный На этом мы урок наш заканчиваем Если вам понравилось то, что мы сегодня делали Можете подписываться на наш канал, чтобы получать новые видео мастер-классы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!